Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на маяке в студии Антон Грабарев. В Челябинской области за сутки выявлен 171 человек с положительным тестом на COVID-19. Скончались 10 человек. В общей сложности в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 52 689 человек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску за сутки подтверждено 28 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки из стационаров выписано 37 человек. Громкое задержание в Южноуральской столице. Сотрудники правоохранительных органов пришли к директору аэропорта Челябинска Андрею Осипову. Передает сайт челтв.ру. Силовики нагрянули в воздушную гавань сегодня днем, 3 марта. В кабинетах проводятся обыски. Информацию о том, что проводятся оперативно-следственные мероприятия, подтвердили в региональном управлении Федеральной службы безопасности. По предварительным данным, руководителя аэропорта подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. По некоторым сведениям, на допрос помимо директора доставлены еще несколько сотрудников административного блока аэропорта, отвечающие в том числе за автотранспорт и технику безопасности. Напомним, Андрей Осипов возглавил Челябинский аэропорт осенью 2019 года. Добавим, что это уже не первое громкое задержание в Челябинске за последнее время. Так, в феврале, по подозрению в получении взятки, был арестован вице-мэр города Олег Извеков. В Челябинской области произошли два крупных пожара с пострадавшими. В деревне Шатрово Юткульского района загорелась веранда. В результате огонь уничтожил кровлю дома и перекрытие. Хозяин и его гость получили ожоги и сейчас находятся в больницах. На месте пожара был найден газовый баллон, который мог взорваться, но во время тушения его успели охладить, сообщили в пресс-центре управления МЧС по Челябинской области. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия. А спустя почти полчаса стало известно о пожаре в поселке Малиновка в Агаповском районе. Там также вспыхнул частный дом. Пострадал мужчина. Тяжелых последствий удалось избежать благодаря правильным действиям хозяйки дома. Прежде всего, женщина выявила близких из опасной зоны. Иногда происходит по-другому. Люди начинают бороться с огнем, но безрезультатно. При этом время для спасения оказывается потеряно, рассказывают специалисты. Мошенники придумали новую схему для обмана южноуральцев. В Минцифре России прокомментировали ситуацию с мошенниками, которые рассылают письма от имени Госуслуг. Официальные рассылки от портала Госуслуги носят общий информационный характер, могут содержать поздравления с днем рождения, напоминания о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты, рассказал замглавы ведомства Олег Качанов. Центр стандартизации и метрологии объявил сбор заявок на конкурс 20 лучших товаров Челябинской области. Его победители получат возможность представить свои товары и услуги на конкурсе 100 лучших товаров России. Конкурс проходит в регионе уже много лет. В нем ежегодно принимают участие производители самого разного масштаба, от небольших предприятий до промышленных гигантов. Стать лауреатом или дипломантом программы значит обеспечить на многие годы доброе имя своей продукции. Так, в прошлом году в главном конкурсе «Качество страны» победили 19 видов продовольственных товаров от семи предприятий Челябинской области. Они завоевали звания лауреатов и дипломантов, а два вошли в золотую сотню лучших отечественных товаров 2020 года. В Челябинске пройдет первенство и чемпионат Уральского федерального округа по эстетической гимнастике. Соревнования пройдут 5-6 марта на базе спортивно-учебного комплекса «Юргу». Более 300 спортсменок из Челябинска, Екатеринбурга, Каменск-Уральска, Ханты-Мансийска, Магнитогорска, Уфы и Тюмени примут участие в состязаниях. Состязания закрыты и галоконцерт состоится 6 марта в 14.30. Мероприятия проведут соблюдение мер по профилактике распространения COVID-19. Мешки-зайки станут самыми популярными подарками на 8 марта в Челябинской области. Составлен рейтинг подарков к 8 марта. Данные взяты на основе анализа покупок жителей Челябинской области за последние две недели февраля. За это время больше чем 6 раз увеличились продажи мягких игрушек, особенно плюшевых мишек и зайчиков. Кроме того, значительно выросли онлайн-продажи кремов и духов. Также среди популярных подарков бьюти-боксы и различные наборы косметики. В топе подарков по-прежнему находятся сковородки. А также в преддверии 8 марта увеличились продажи фенов. И о погоде. Завтра в Магнитогорске 5-8 градусов мороза. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду. Порывы до 11-12. Атмосферное давление пониженное. 718 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова